Всем привет, сегодня я отправляюсь, не сегодня, я еду в Ковка, потому что нужно купить заменитель сахара, он у нас закончился, ух, белки по дорогам бегают, погода хорошая, теплая у нас, я так поняла, что из Альберки прилетела к нам бабе лету, смотрите, что случилось с моей наклейкой, она выцвела, бедно, да? Можно будет сделать себе другую какую-то, машина грязная, ой, надо будет помыть, здесь просто только с тряпками есть, мойка, которая тряпками, тряпками там махает, вот, а такой тачилась, слушайте, не дошла еще протереть свое лобовое стекло, сейчас перед тем, как мне поехать, слегка позвонила мне, говорю, что я хотела бы купить машинку швейную, она мне говорит, а у меня есть, я тебе могу мало дать, у меня старенькая есть, я ее там смазала, она рабочая, я, конечно, не знаю, что значит старенькая машинка, я надеюсь, это не, вообще, такая, которая там нормально, она говорит, нет, она хорошо шьет, как бы все с ней нормально, ну, мне подойдет, мне нужны только основные швы, я там смотрела, даже самые элементарные машинки, они мне подходят, ну, там, ну, ладно, она говорит, давайте 15-го числа, она говорит, ко мне приедете, не знаю, куда это видео выйдет, и я, говорит, просто тебе отдам свою железную пить, так, все, съездила, съездила в Курск, купила бананасы, мы обычно их едим очень много, вот, вот этим я заменяю, видите, сахар, бросила, видите, ноль калорий, классная вещь, если там чай купить, ну, еще что-то, один к одному люди, он, конечно, не такого вкуса, как сахар, но близко, купила хлеб, кстати, люблю, там, постоянно беру авокадо, авокадо мне святое, очень люблю, купила хлеб, ребята, у нас в Эдмонтоне в Альберте такого не пекут, это сезонный хлеб, который продается в кустках, в прошлый раз я его здесь попробовала, очень вкусно, хлеб темный, то есть это черный хлеб, но вообще хлеб перестали есть, но, вот этот я иногда покупаю, крэмболи и валнут, ребята, это очень вкусно, я не знаю, кстати, почему в Канаде его не пекут, я до сих пор не знаю, поставила тележку, чтобы вон не грометь, а в Канаде его не пекут, его там нет, я в прошлом году высылала маме, когда было зима, я ей высылала, говорю, посмотри, есть у нас такой хлеб в Канаде, смотрела, я тоже зимой помню, смотрела, у нас такой не делают, но здесь именно вот в осенний период времени начинают его печь, как вы уже поняли, там есть крюква и грецкие орехи, кажется, жарко, интересно, сколько градусов, для начала октября плюс 24, почему не настраиваешься, вот, плюс 24, и вообще неплохо, так что это, а, я думаю, что у меня там такое горит, а у меня они пристегнутые, у меня постоянно стоит ручник, ну, то есть на ручнике оно у меня стоит, слушайте, сколько пыли у меня, фу, сейчас мне нужно будет заехать в этот, в адкин, я зашла в формацию, здесь, смотрите, даже есть чем, а если вы порезались, можно закрыть чем-то, пореза, здесь вообще столько всего, вот, йод стоит, то, чем можно мыть и промывать раны, сейчас столько всего, у нас вообще даже такого нет, вот, кстати, йод стоит, даже бесцветный йод есть, вот так, если кто не слышал, я не слышала, я в магазине CVS, фармасия называется, и тут, в принципе, ну, как наш этот, шоперс-драгмат, вот, я зашла, думаю, вот, похожу, посмотрю, что здесь есть, в общем, все, что хотите, всякие разные нарезки, всякая разная ерунда тут продавец, мне интересно походить, маски, журналы, видите, что я нашла, это розы, которые preserved, их каким-то образом, как заморозили, и не знаю, что с ними сделали, да, натуральные розы, которыми что-то сделали, и они теперь вот так выглядят, только в Америке, что только нет, а, ну и алкоголь заодно, ну, конечно, пришел, напился и забылся, Canadian Mist, канадский туман, выпил, в общем, название классное, выпил ее, туманился, так, все, ребята, я пошла, у меня, кстати, кофе нет вообще, знаешь, что мне больше всего нравится, это то, что неважно, куда я поеду, я все равно не знаю, где я нахожусь, я знаю, что я нахожусь в городке Эн Аквар, но, где, я не знаю, тут котовский диван еще одна есть рядом, здесь вот есть магазин, бывшись, я на бывшись тоже зайду, я, наверное, еще очень сильно лилась, я купила себе пить воду, сейчас я попью воду, пойду в бывшись, вон зайду, так у них уютненько здесь стоят столики, а здесь вот, перед магазином, вот видите, все сделано, очень уютный магазин такой, здесь сода стоит, всякая разная, ну, в общем, да, всего полно. В общем, там так интересно было, там женщина, которая работает на кастомер-сервис, у них везде висят коровки, я уж снять не смогла, надувные шарики, и те, кто стоят на кастомер-сервис, у них на головах надеты коровьи рожки, а у одной даже была шапочка в виде коровки, в общем, знаете, что мне здесь нравится, это то, что в Америке здесь еще много, здесь все частно, все магазины частно, вот Боша с ним тоже частно, и есть компьютер-сервис, как это, не соревнования, как они, господи, вы поняли, да, когда разные бизнесы, они друг с другом соревнуются, ну, лучше, это самое лучшее, услуги, лучше еще что-то, это очень здорово, что такое есть, потому что в Канаде, в Канаде они, там, по-моему, всего лишь две компании, владеют всеми продуктовыми магазинами, и получается манипуляризация цен, и цены очень высокие, я купила суши, нашла суши, которые мне нравятся, я люблю с крабами, и мужа нашла, мне нравятся сырой рыбой, сейчас я буду находить выход из этого всего, потому что я не знаю, где я нахожусь, каждый раз, когда я куда-то еду, я не знаю, где я нахожусь, вот, поэтому сейчас буду настраивать домой, я поеду домой уже, и все, вот как таким образом, здесь достаточно приятный городок такой, и... давай, езжай, я тебя выпущу, кто добрый? ой, извините, у меня музыка играет, я слушаю драматическую музыку, типа, должна быть музыка, как она, Леша ее любит слушать, она из компьютерных игр, они, кстати, в компьютерных играх очень-очень классную музыку создают, так, давайте поедем дальше, посмотрим, что тут еще есть, пропускают меня, так, вот он бурж из магазина, здесь очень уютно, так, прямо перед входом, как вы видите, там тыквочки всякие разные лежат, все украшено, под осень, молодцы, они здесь хорошо это все делают, но поток у них все красивенько, так поставлено, это вот наш бурж из, так, куда бы меня ведет этот навигатор, всем привет, нашла в Омарте интересный крем для рук, вернее, для ногтей, знаете, как он называется? твердый, как копыта, ну, так, чтобы вы знали, куф это копыта, всем привет, сегодня экспериментирую, я уже делала свой собственный творог, и сегодня, или творог, я не знаю, как правильно, и сегодня я делаю опять, но при всем при этом, при всей сложной технологии, когда люди иногда ставят, там, скисать молоко на плиту, и там ждут, и потом ставят его в духовку, я вообще, конечно, мама мне тоже выслала рецепт, как это делать, но я так поняла, что мне как-то играться с этим сегодня не очень хочется, поэтому я прибегу к самому простому рецепту, я сделала закваску из сметаны, и кефира, перемешала их вместе, будем экспериментировать, и сейчас я подогреваю молоко, и просто в горячее молоко, не даю ему возможности кипеть, когда оно горячее, я просто туда вливаю закваску, сливаю, и получается творог, не знаю, что он получается не такой кислый, вкусный, как, или кисленький, как он может получиться, в прошлый раз я делала только с, баттер мелк, только с кефиром, и у меня, ну, не очень вышло, ну, не то, что не очень, очень сливочный вышел, он без кислинки вышел, в этот раз я решила добавить сметану, и сегодня у меня уже осенняя выпечка пошла, она без сахара, это хлебцы с сыром внутри, с крем-чиз, осенняя выпечка у меня пошла, сегодня точно осенняя погода у нас на улице, и я решила испечь что-то, вот, поставила ароматизаторы осенние, которые вкусно пахнут осенью, яблоками и листьями по всему дому, так, я лучше буду смотреть на молоко, это знаете, один раз отвернешься, оно убежит, в общем, я попробовала блинчики, я уже, по-моему, рассказывала вам от, как он, Traders Joe, они имеют блинчики, как 5 долларов с лишним, за 6 очень маленьких, сомнительных блинчиков, они вкусные, но, честно говоря, я дома делаю вкуснее, Никит мне тоже говорит, ты, ты делаешь вкуснее, поэтому я решила сделать творог, и потом, может быть, завтра я сделаю блинчики с творогом, и я его спросила, когда наступает у тебя, или у вас, сезон супов, потому что я очень люблю супы, я люблю их варить, особенно в холодное время года, он говорит, вот он, вот он, сезон супов приближается, я говорю, ладно, тогда я сварю, может быть, суп какой-то завтра, потому что мы с удовольствием, мы оба едим супы, и особенно, когда холодно, но это самый, самый класс, те, кто недавно приехал в Канаду, они ощутят, что супы, это супер, особенно зимой, я именно их, кстати, в Канаде научилась любить супы, варю я их очень просто, у меня как-то рецепты, все знаете, на глаз, причем, никакие рецепты я не использую, онлайн, я просто свои собственные супы делаю, я их все время называю, змеиные супчики, вот, открываю, смотрю, что в холодильнике, я это использую, завтра думаю сварить, чаудор с курицей, он у меня есть на канале, думаю, курицу я нашла, вернее, здесь у него есть, корн, я нашла, уже консервированный, мне остается только, разморозить курицу, купить бекон, и вперед, успеть с ней делать супчик, всем привет, зашла, это в Волмарте, 189, такое, долларов дерево, вот это 42, ну, то есть, есть, я зашла здесь, но они как бы дешевенькие, но есть, вот, 79 долларов, неплохое, кстати, дерево, то есть, запорошенное снегом есть, это вот, видите, даже с цветными огоньками уже есть, 388, оно самое дорогое, я поехала за мукой и молоком, заодно купила горшки для гераний, которые у меня не приживаются, придется мне ее сохранить, пересадить, ленты продаются, в общем, да, и заметила, что начали продавать уже Рождество, и решила зайти, и посмотреть, вот у них такие, наборы лент, за 5 долларов, не знаю, в Канаде наверняка тоже самое есть, но я просто покажу, это что такое, олени какие, а, это прищепки, ребята, это прищепки, видите, что придумали, в общем, да, ну и я, в принципе, в Омарте никогда игрушки не покупаю, потому что здесь они немного дубовый тейбл, как бы они немножко дешевенькие совсем, но, видите, вот эти интересные, на деревяшечках, ну, это, наверное, до маленькой елочки, для игроманов, ух ты, вот это неплохо, ракушка, медуза, в общем, что-то люди не придумают, на елку повесить, ну, вот с этой стороны тоже самое, а, здесь надписи на стену есть, это мне нравится, еще в следующем ряду тоже, какие-то украшения есть, всем привет, поболтаю с вами, сижу в очереди в Starbucks, жду, когда, естественно, подойдет моя очередь, ну, и расскажу вам, я помню, что мне некоторые девочки спрашивали, кто, мол, за что, кто, мол, за все платит, когда вы находитесь в США, кто, как вы делите бюджет, ну, бюджет остается на Ките, он все платит, я уже говорила об этом, не помню, говорила, не говорила, вот, и машину там, в общем-то, что он мне высылал деньги, да, то есть, это все он мне там чеки высылал, проплатил, но, опять же таки, для того, чтобы зловредные люди, которые, ну, они есть на каждом канале, они любят там фигню всякую подписать, значит, боже, где она таких мужиков находит, которые все за нее платят, ну, и так далее, и так далее, и тому подобное, я могу сказать, что, да, он как бы высылал мне чеки, но с другой стороны, я могу сказать, что я сама за себя заплатила, потому что я не с голым попом переезжала, и переезжаю в США, да, у меня есть какие-то деньги, правильно, и я с лихвой, совершенно с лихвой покрыла, как свою машину, так и свой переезд, который там обошелся, там сколько, обошелся переезд, там где-то в 10 тысяч долларов, что ли, переезд, мы в общем обошелся, переезд всегда дорогой в США, или вообще в Северной Америке, переезды всегда дорогие, поэтому я всегда говорю тем, кто собирается ехать в Канаду, что желательно сразу определиться с провинцией, потому что потом переезжать будет сложно, и очень дорого, вот, и получается так, что как бы, да, он за все это платил, ребята, но давайте будем реалистичны, я тоже не с улицы, как говорится, к нему пришла, у меня есть заработанные деньги, которые в итоге перейдут сюда в США, я до сих пор их жду, допустим, по банковским системам, просто нужно это все перевести, вот, и в итоге, знаете, я еще и прибавку делаю, потому что я переехала, так что, прямо там нарекать, прям, ой, боже мой, там все за нее все платят, ничего она не добилась, ну, значит, дурань, думку и ради, не все так просто, поэтому, то, что он даже покрыл, там, допустим, какие-то переезды, там все остальное, это все отобьется с лихвой, скажем так, так что, тут переживать мы не будем по поводу бедного, несчастного мужчины, вот, это первое, что я хотела сказать, потом, зачем, что еще у меня, по поводу Канады, я смотрю, очень многие сейчас едут, ну, с Украины, пытаются выехать в Канаду, да, ну, то есть, наслышанное о стране, да, хорошего, много, что люди хорошо живут, и вот, что в Эдмонтоне классно, и все вот едут в Эдмонтон, там, к алгоритмон, пытаются зацепиться, ну, я вообще не знаю, сейчас такое количество украинцев, конечно, поехало, я вот как не смотрю, по объявлениям постоянно, вот, мы летим в Эдмонтон, с семьей, мы летим в Эдмонтон с семьей, мы летим в Эдмонтон с семьей, очень много семей пребывает, и люди, как бы, сразу хотят найти хорошую работу, я об этом говорила, ребята, ваши дипломы никому в Канаде не нужны, вам придется, ну, то есть, если вы хотите доучиться, вы можете доучиться, но вам придется, как бы, сделайте перевод всех своих дипломов, которые у вас есть, хотя бы это, знаете, когда вы едете в Канаду, для того, чтобы можно было сделать какую-то эвалюацию вашего диплома, и потом, уже продолжить учиться, нарабатывать какие-то часы, в плане вашего образования, если вы хотите, конечно, вот, приехав в Канаду, просто со своим образованием, и сразу же найти хорошую работу, этого не случится, не будем забывать, что Канада дает только рабочие визы, и только те, кто найдет стабильную работу, в Канаде, сможет там зацепиться, остаться на ПМЖ, иммиграция, это сложно, я все время повторяю, иммиграция, это нелегко, и это очень сложно, не ожидайте манны небесной с неба, когда вы приедете в Канаду, вам нужно будет наработать кредитную историю, и очень многие люди думают, что кредитная история, это жуткий ужас, на самом деле, это не так, кредитная история вам необходима, для того, чтобы элементарно купить машину или дом, очень многие люди имеют кредиты в Канаде, это неплохо, люди просто не понимают, как система работает, и каким образом это все дело происходит, иметь машину в кредит, это неплохо, это говорит о том, что вы можете вводить ту машину, которую вы хотите, просто проплачивайте за нее, я, например, первую свою машину практически уже выплатила, у меня выплата за нее, за машину оставалась там практически 1000 долларов, ну то есть, если бы я подождала, я не купила вот эту вторую, красную Мазду, то есть, я бы через там буквально год-два, у меня были очень маленькие выплаты за машину, как 150 долларов у меня было, каждые две недели, представляете, какая маленькая сумма была, многие говорят, у вас там все отберут, отберут, если у вас работы не будет, конечно, конечно отберут, но на первое время, я считаю, что в Канаде, необходимо, необходимо иметь средства передвижения, это очень сложно, без машины в Канаде, но возможно, я выжила в городе на протяжении многих лет, без машины, без машин, это было сложно, мы ездили в магазины, кстати, в магазинах некоторых, так, чтобы вы знали, на выходе, посмотрите внимательно, кто будет в Канаде, там висят телефонные будочки, такие небольшие, на них написано такси, такси, то есть вы можете, если вы приехали на шопинг, суперстор точно имеет этот телефон, я не знаю насчет других, потому что мы постоянно ездили в суперстор, мы это видели, как мы шопились, мы ехали в суперстор, мы закупались, там раз в две недели, когда нужна была большая закупка, такая как порошки, еще что-то, что нужно купить, там картошка, лук, ну тяжелая, как камни, ты это все в руках, как говорится, не принесешь, тебе нужна машина, чтобы это все завести домой, тут одно из двух, либо заказывать доставку, что в принципе платное, что так, что так будет платное, из магазина, либо можно самим сделать, потому что на тот момент, когда мы не были, фу, блин, извините, когда мы были в Канаде, доставки на дом не было еще в Канаде, вот так вот, но и там можно поднять трубочку, вот закупиться на большую сумму, нагрузить себе кульков и все остальное, можно поднять трубочку, и вызвать себе такси, который довезет вас до дома, от магазина, вместе с вашими покупками, это то, как мы делали, ну а мелкие покупки, мы потом подкупали, может на протяжении недели, там то, что можно донести в руках, да, в кулечке, то мы это докупали, со временем, ну на протяжении недели, это было сложно, конечно сложно, я не знаю, почему я не купила свою машину быстрее, первую, потому что, мне кажется, что я как была очень сильно перепугана всем, как я не знала системы, я не знала, где найти информацию, я очень сильно всего боялась, хотя машину я могла себе позволить намного раньше, чем я вообще ее купила, то есть я могла бы иметь машину, там вот как пошла на работу, так сразу могла бы купить машину, но нет, я еще там многие годы там, ну не покупала ее, потому что я просто не знала системы, я не знала, как все работает, и потом со временем, я уже узнала, как система работает, как можно купить машину, я научилась уже всему, и потом пошла купила, могла бы иметь намного раньше, ровно как и собственный дом, кстати, я могла бы купить намного раньше тоже, вот, я просто не знала, что в Эдмонтоне есть такие новые красивые районы, то есть я много чего не знала, то есть вот это вот незнание, оно конечно отталкивает тебя назад, но на тот момент, на тот момент, не было такой системы распространения информации, которая есть сейчас, то есть вот эти ютюбы и прочее, где можно поделиться, вот как у меня, например, спрашивали, чем вы моете, чем какие вы вещи используете в доме, для того, чтобы помыть, постирать, я сняла целое видео на эту тему, девочки сказали, конечно, спасибо, почему, потому что битовая химия называется по-другому, из Европы, когда едешь, вообще ничего не понятно, во всем можно запутаться, в элементарных вещах можно запутаться, те, кто заживет долго, им все это привычно, те, кто новенький, конечно же нет, потому что в Европе другие бренды, другие названия, вообще есть, я так поняла, свой собственный маркет, есть европейский рынок, есть американский рынок, поэтому, и они друг с другом не пересекаются, я так поняла, потому что очень много европейских вещей, которые мы покупали в Европе, я здесь, например, найти не могла, так вот, насчет Канады, ребята, очень многим будет сложно, не рассчитывайте на то, что Канада, это земля обетованная, это сложно, то, что вы видите очень многих блогеров, которые уже достигли какого-то результата, это результат огромного труда, упорства, я не знаю, чего еще, если у вас это есть, конечно, с удовольствием, но, если этого нет, и есть желание, там, допустим, то, что многие слышат, там, вот, Канада дает 3000, сейчас я получу 3000, и потом они услышали, кто-то услышал, что Канада дает на полгода помощи, не Канада, а Альберта, да, что она проплачивает там питание, проживание и прочее, и люди считают, что они будут жить, как бы полгода бесплатно, как у Христа за пазухой, я вам могу сейчас рассказать, как это будет выглядеть, сейчас я буду ехать домой, вам расскажу, как это будет выглядеть, ваше проживание за счет государства, государство не заинтересовано потратить на вас все свои деньги, вы должны это понимать, это жесткая реальность, государство есть свои проблемы, кроме вас, да, оно выделяет какие-то средства, для того, чтобы можно было проплатить, но это будет такой минимум, на котором вы, ну, будете перебиваться с хлеба на воду, это я вам сразу скажу, это не будет легко, там нужно будет заполнить наверняка кучу документов, там будет куча отчетов, почему я об этом говорю, потому что я сама сидела на Велфере в Канаде, у меня был период времени, когда мне необходимо было податься на Велфер в Канаде, здесь он так и называется, social assistance, я называю его Велфер, потому что многие люди понимают это слово, то есть у меня было настолько мало денег, что, ну, вот реально, я буквально, и мне нужно было проплачивать счета, еще там какие-то, то есть там те счета, которые вам будет платить государство, оно не будет полностью все покрывать, у вас будет там оставаться совсем минимальный минимум на ваше пропитание, и на одежду там тоже можно будет, может быть, воспользоваться, сейчас секунду, я выключу, потом расскажу вам дальше, если я запомню, на чем я закончу. Насчет одежды, там на одежду будет еле-еле хватать, многие спрашивают, где купить зимнюю одежду, зимняя одежда продается хорошего качества и хорошей теплоты, и Костка, Виннерс, Маршалс, то есть смотрите, вот в этих магазинах, это магазины со скидкой, брендовых вещей, очень удобно, я все время там сама одеваюсь, я больше ни в другие какие магазины не хожу, кроме как в эти. Так, следующее, что еще у нас идет? Идет у нас, где купить обувь? Дизайнер Шуу Верхаус, Дизайнер Шуу Верхаус, тоже хороший магазин, там дизайнерская обувь, с большими скидками, там можно найти тоже хорошую обувь. Так вот, насчет сидения на Велфере в Канаде, это вам не понравится, это я точно говорю, потому что я знаю, что Украина жила хорошо, в Украине люди привыкли работать, зарабатывать, то есть привыкли иметь какие-то хорошие вещи в этой жизни. Те деньги, которые вы получите от канадского правительства, они не будут вам на хорошую жизнь, то есть они будут там, я же говорю, будете с копейки, с хлеба на воду будете перебиваться, с хлеба на воду будете перебиваться и толку никакого не будет, поэтому и потом вы будете заполнять еще массу документов и потом еще даже некоторые организации, они могут прийти и проверить ваш холодильник, что у вас в доме есть, чтобы вы систему не обманывали, ребята, у нас было даже такое, то есть когда я была на Велфере, я понимала, что ко мне любой человек может зайти в дом из организации и проверить, не имею ли я чего-то такого эдакого, чтобы, то есть не, как это в Канаде называется, мелкий инсистем, то есть брать молоко с системы, потому что есть такие люди, которые пытаются обмануть систему и сидеть на шее. Я не говорю, что наши люди будут это делать, я просто говорю о том, о возможности того, что кто-то может прийти и проверить, что и как вы живете, что вы должны рассчитывать только, на самих себя и на то, что вы найдете будущую работу. Будущие работы, которые вы сможете найти, это будут начальные, здесь называются entry positions, они так называются, то есть это Starbucks, если у вас есть английский язык, вы должны знать английский язык, без знания английского языка, хорошая работа практически нереальна, вообще нереальна, поэтому английский язык, это наверное самое главное, что вы можете подучить, подтянуть, и то же самое образование, канадское образование, канадский опыт работы, если этого нет, то сложно, конечно сложно, и что касается кредита, я уже говорила о нем, кредит это хорошая штука, без него никуда не попрешь, мне сейчас, например, в США придется, ну, свой кредит, опять-таки, делать, почему, потому что, по-моему, они на трансфер между странами, хотя некоторые говорят, что при покупке дома, можно трансфер, кредитную историю, но я сделала фотографию своей кредитной истории, в общем, в любом случае, я думаю, что оно пройдет, когда нужно будет, кредитная история, это хорошая вещь, я же еще раз говорю, она дает вам возможность купить там машину, на первое время, какой-то дом, даже тот же самый купить, после того, как вы нашли стабильную работу, вот, вам нужна стабильная работа, чтобы купить дом, и без кредитной истории вы его фиг купите, потому что сразу же накопить 250, там, 300 тысяч долларов у вас не получится, и некоторые люди не совсем понимают, как работает кредитная история с домами и с арендой, смотрите, когда вы арендуете, вы платите ту же самую сумму, что вы платите за свой собственный дом, практически всегда, да, но вы это отдаете в карман чужому человеку, то есть арендатору, и когда вы выезжаете, вы там еще должны будете помыть полы и прочее, и прочее, то есть вы еще должны доплатить, а если вы что-то попортили в доме, то демидж депозит, то есть депозит за какие-то уроны, которые вы могли нанести, остаются у владельцев, но я считаю, что деньги только теряются, когда вы покупаете дом в кредит, значит, смотрите, что происходит, происходит такая ерунда, вы кладете деньги частично в банк, частично себе в карман, и то часть, которую вы выплатили при продаже дома, вы можете снять и забрать, и положить себе в карман, так что понимаете, да, почему владеть домом, это хорошо, потом вы можете продать этот дом, та сумма, которую вы выплатили, кладется вам в карман, после этого вы можете взять эту же сумму, заложить в больший дом, если у вас хорошая, допустим, работа есть, и таким образом люди поднимаются очень часто, кстати, на вот этой игре в дома, так что, так это когда мне писали, там, у вас машина в кредит, ой, извините, у вас машина в кредит, у вас дом в кредит, у вас все в кредит, это ничего не значит, это значит то, что да, банк мне доверяет, что я буду платить это все, но когда этот дом будет продан, в карман будет положена хорошая сумма, то есть ты по своей сути, таким образом накапливаешь себе деньги на своем аккаунте, да, через посредний, через, имея кредит с банком, ну, вот как-то так, то есть народ не совсем понимает, как это работает, покупать про недвижимость, кредит всегда намного более выгодно, чем арендовать, с машиной немножко другие варианты, машина-то, конечно, понимаете, как многие, у меня муж, например, он говорит, я никогда не буду покупать новую машину, потому что новая машина теряет половину своей судьбомости с того момента, как ты взял ее с лота, она уже стоит наполовину меньше, я свои машины вожу до того состояния, когда они уже, как говорится, я уже выездила все то хорошее, что в ней было, вот и все, я не хочу мотаться с ремонтом посередине дороги в Канаде, где минус 40, минус 50, твоя машина встала, и ты сидишь, и не знаешь, кому звонить, и куда продать. Окей, мы приехали через драйв-тру, когда ты проезжаешь через формацию, это можешь взять свои prescriptions, медикаменты через драйв-тру, но магазин находится с правой стороны, а тут висит какая-то трубка с переговорным устройством с левой стороны, я говорю, так магазина же здесь нет, как они тебе твои лекарства выдадут? The big black tube. Black. Right there with the phone on it, and brown or whatever. Yeah. It's vacuum. Ah, то есть они используют, знаете, с помощью воздуха, когда толкают, and it's going to be like a container with your stuff. Well, yeah, that's the way the banks used to do it. They used to have these cylinder objects that weren't rounded at the end, they were flat, but you flip the top off, you put whatever it is in there, and put it back up, and they'd shoot it back over. But you'd have three or four rows of them. Okay. So one teller, you would never actually go to the window. Okay. So this is actually something old. Oh, это же старая технология у них тут. Да, я думаю, почему-нибудь в Канаде. I didn't see that in Canada. We have drive-through, but we have like windows, where you drive. Most of the newer ones, yes, they are probably built that way. Ты имеешь, что мы только имеем окно, ты туда подъезжаешь, говоришь, какие таблетки нужно забрать, тебе их выдают. А здесь вот такая старая система, поэтому я ее никогда не видела в Канаде. Для меня это в диковинку. Но сейчас мы подъедем, может, если им не удастся, я вам сниму. Так, теперь наша очередь. так поняла, что ты подъезжаешь. Вот сюда. Oh, see, it's just all vacuum. You don't put a container in it anymore. Uh-huh. Seals it. And... What did you place in there? My credit card and driver's license. Oh, I put your credit card and the driver's license. I put it in there. I put it in there. it worked. Oh, that whole thing is a container. I put it in there. Uh-huh. Oh. And, uh, uh, automatically all opened and everything is with you. Yeah. Yeah. The objective one is not to think of the remains as a person. One likes to just look for the evidence of the evidence that you're trying to be objective. And then, of course, they take you into a situation where you become fairly emotional. Well, you can't help it. It's an emotional sort of... It's a problem. And then, you can't put it in a shot. The police had no suspects and no forensic evidence. Всем привет. Сегодня я буду экспериментировать. Я давно хотела испечь этот cheesecake. Это японский cheesecake. Печется он на водяной бане. Водяной бане или водной бане, я не знаю. И у меня, в общем, не было специальных форм поменьше, которые бы я могла разместить в какие-то другие формы. У меня есть только разъемная форма. Она, конечно, не выпекается в разъемной форме. Это у меня только такая форма есть. И я нашла форму для индюшки, в которую она поместилась. И сюда буду наливать воду. Я думаю, что рецепт на японский cheesecake, он есть везде. Там, в принципе, входит немного компонентов. Можно, в принципе, поискать, посмотреть. Значит, смотрите, нужно всего 160 грамм крем-чиз, сыр, который, да, вот этот мягкий крем-чиз, 20 грамм масла, 50 грамм молока, миллилитров вернее, но это одно и то же, 30 грамм обычной муки, 10 грамм cornstarch. Это cornstarch. Это у нас, сейчас скажу, крахмал, 4 яйца, 80 грамм сахара. Все, там только такая вот как бы ерунда во взбитии яиц и выпечке самого кейка. В общем, я решила сделать, я всегда хотела бы попробовать. Вот приспичила мне печь сегодня. У меня, знаете, как на охоту идти, так собак кормить. В общем, знаете, хорошо, что я попробовала. Сейчас, секунду, я пойду. Оставила ему записку, прилег отдохнуть. Я вообще сегодня выходить никуда не хотела. Смотрите, какая погода мерзопакостная. Мерзопакостная. Дождь идет, холодно, противно. У меня даже машина не закрытая стоит уже двое суток. Молодец! Молодец! Противная погода. Все отвратительно. Все некрасиво. Но, но, мне же нужно обязательно форму взять. Знаете, хорошо, что я проверила. Сейчас, секунду. Сейчас я вам глазки вытру. Сейчас, секунду. Все, настроил сам телефон. Значит, смотрите, что происходит. Мне нужно сейчас настроить меню. Хомсенс. Знаете, почему? Потому что, потому что, я начала, проверила я, как форма держит воду. Держит она воду, не держит она воду. И моя форма разъемная, безусловно, она у меня взяла и протекла. Я извиняюсь, будет машина разговаривать, потому что я не знаю, куда ехать. Я так думаю, так хорошо, подожди. Я туда налью это тесто, я буду, значит, корячиться, его там на водяной бане, делать, как полагается, все. И будет получаться так, что в итоге у меня все, ну и поплывет. Думаю, ну и зачем. оно мне надо. Смотрите, как с деревьев уже листья попадали. Сегодня погода такая отвратительная, я сегодня никуда не хотела выходить. Ну, мы испеку, у меня все ингредиенты есть. Вот захотелось мне этот японский торт испечь, да? Опять мне будут писать. Вот то, что вы ходите по магазинам, оно ведет вас никуда. как это в никуда, в удовольствие ведет? Почему? Я же себе это покупаю. а не чужим тетям, дятям. Кому-то очень сильно не нравится, что я не работаю. Нужно срочно бежать на работу, срочно на работу. Мне как бы всем все рассказывать не хочется. Я рассказываю какую-то только часть своей жизни и все. То есть сейчас работа в мои планы не входит. Я вообще считаю сейчас не очень умным сильно закрепляться за этот штат, искать работу, проходить тренинг, да, там, на какой бы там работе это не было, да? Мне говорят, хотя бы на парт-тайм. Вливаться в общество. Ну, ребята, ну, это я понимаю, можно писать человеку, который как вливается в общество, у которого языка нет, допустим, работы нет в англоязычном обществе, да, не было никогда опыта работы. Да поворачиваю, блин. Работы никогда не было или еще чего-то не было. Ну, 15 лет в англоязычной работе. Если бы я жила в Канаде и вот мне можно было бы не работать, я бы себя там тоже как дома ощущала. Вопрос состоит в том, что, почему я не ощущаю себя как в доме, дома, потому что здесь все новое. Obviously, да? Потому что я езжу по новым улицам, я не знаю еще пока района, мне приходится, видите, навигатор использовать для того, чтобы не заблудиться под Детройтом где-то. Я в Канаде прекрасно бы чувствовала себя там дома, как дома и без работы. Вы знаете, если бы у меня была возможность там не работать, я бы не работала и все как дома было бы. Не в работе зависит чувство дома, не от работы это зависит. И не от похода по магазинам, которые ведут в никуда. Почему в никуда? Я не вижу так, что они ведут в никуда. Я, например, саморазвитием занимаюсь, я с психологом занимаюсь, мне, например, хорошо. Почему в никуда? Они ведут меня к самой себе, ведут туда, куда надо. Все по расписанию. Работа тоже может вести в никуда, кстати, не факт, что работа это очень важная вещь. Она тоже может вести в никуда. Прикиньте, вы завтра уйдете с работы и вас заменят там в течение пяти секунд, потому что вы очень легко заменяемы на работе. И что? Куда эту работу ведет? А, ну может, раз только карьеру заработать. Ну а смысл мне здесь выстраивать эту карьеру в Мичигане? Нет смысла, если мы будем переезжать, что-то прийти на полтора года, на каких-то полтора-два года, пока тебя натренируют, пока туда-сюда. На серьезную работу я могу устроиться только на штат или на город. Я могу устроиться, да, работать. Вижу смысл, я вижу смысл идти на обучение. Ну, ворово, кого-то очень сильно не устраивает мое праздное время при провожении. Она сделала очень хороший путь. Она говорит, когда ты имеешь свой собственный бизнес, ты можешь сама себе регулировать, когда ты работаешь, когда ты не работаешь, когда тебе отпуск взять. Я говорю, я, в принципе, с этим согласна. Вот видите, полиция ездит. Вот она. А смотрите, какая там лампочка сверху. Видите, мигалка какая сверху. Я когда увидела это ведро, я говорю, что там у вас за ведра такие, на полиции, нацепленные сверху. Он говорит, так это полиция штата. Я говорю, а где эти знаменитые голубые и красные огни? Ну, может, оно там и есть, конечно, но это ведро сверху. Мы посмотрим, как оно будет, да, посмотрим, я ничего не могу сказать. Опрятаться за этот штат, как я уже сказала, я не очень сильно хочу, потому что, если я, например, пойду на серьезную работу, мне будет жалко ее оставлять, то, конечно, мы за этот штат тогда зацепимся, чего я не хочу. Я бы, наверное, хотела бы отсюда переехать, я так думаю. Штат Колорадо, он больше соответствует как бы моей привычке жизни в Альберте. Он говорит, я тоже вижу, что ты как бы, ну, в Альберте, ты в Колорадо больше как бы будешь счастлива, наверное, потому что, говорит, ты очень сильно любишь горы, и я говорю, да, действительно, я очень люблю красивую природу, горы, то есть, это, наверное, будет, скорее всего, для меня. Я видела там некоторые моменты штата Колорадо, где он там находится, то есть, у них там есть Вейл, очень красивый город, мне нравится, может, это будет мой второй банк, в который я тоже буду ездить. Но, дело не в этом, дело в том, что просто я не хочу цепляться, и, ну, в принципе, народ всегда найдет, за что зацепиться, называется девочка, вы страдаете фигнёй, идите на работу, займите себя чем-то. Это не обязательно факт, что я страдаю ерундой полнейшей. Хотя, в принципе, мне сейчас скажут, вот она поехала за какой-то формой, там, конечно, ерундой страдаешь, конечно. Когда я работала, я себя не помнила, и я считаю, что то, что у меня сейчас есть этот вариант себя вспомнить, это очень-очень классная вещь. Я никому ничего в этой жизни не доказываю. Вы знаете, мне самое главное, чтобы мне было хорошо, всегда, чтобы было мне хорошо, вот и все. Ну, естественно, чтобы это не ранило окружающих, то есть, это не с позиции эгоизма. По поводу моей работы мы обсуждали это с мужем моим, то есть, это было обговорено заранее, до того, как я приехала, то есть, естественно, это все не просто так происходит. Кит выбивал у меня буквально два года неработы, только обучение, он хотел, чтобы я пошла на обучение. Я сама не против пойти на обучение, но он у меня выбил полгода. Я говорю, я не могу без ничего не делать, мне не нужно бы чем-то заняться. Ну, в принципе, для этого и будет школа, поэтому я и хочу пойти на курсы английского языка, вот эти базовые, да, не важно. То есть, главное, чтобы я занималась чем-то, для самой себя. Там всего лишь занятия, по-моему, два раза в неделю. Вот она, Ага, нет, есть, есть, светится красным, она у них светится, светится. зима в разгаре, я ничего не знаю, смотрите, что происходит, тут прям балом всего гномы всякие разные. Ой, сумасы, тут прям по цветам игрушки сидят, сколько шутых игрушек в этом году, целая куча. Вон какая матнича, красавица. Послушайте, так для выпечки все должно быть. Посуда есть, смотрите. баночки всякие разные. Ой, столько всего понавозили, прям не то слово. Касрульки есть. И, кстати, неплохие. Ах, господи, да, боже мой. Есть бутылочки с вышивками, украинские мотивы. Так, что еще тут? Баночки всякие разные. Ну, я не знаю, я нашла форму, solid form. И пока смотрю еще кое-что. Показываем вам мой путь в никуда. Merry Christmas. Все по магазину, все по магазину. Смотрите, какая подушка красивая, из камушков сделана. Прелесть просто. Путь в никуда. Вот, подушенцы, какие шкодные. Маленькие, зловредные подушечки. Мы, очевидно, отдавали на донейшн наши, это я гремлю формой возле века. Так, где-то TJ Maxx есть. Я сейчас туда пешком схожу. Мы отдали на донейшн очевидно свой черпак. Такой, знаете, которому можно суп наливать. И мы наливаем суп кружкой. Я говорю, нам нужен диппер. Диппер, это значит, как, ну, черпак, да? Вот. Он мне говорит, не диппер, а лейдл. Я говорю, кто, говорю, диппер, называет лейдл. Это, это диппер. Ну, все, мы с ним спорили, спорили. Он мне сейчас пишет, купи лейдл. Я говорю, you mean диппер. Нам нужен черпак. И нужна вилка, сорвень такая, знаете, да птица большая. И ножи. И я не нашла ничего. В HomeGood сейчас я иду в TJ Maxx, посмотрю там. Пока шопилась, наступила ночь. В общем, я поехала домой. Смотрите, какие тучи у нас. Ужасно. Просто вот эта осенняя погода, фу, блин. Не люблю, не люблю. Все, я поехала домой, ничего не купила. Купила я толкучку, или как она называется, для картошки. Потому что я все время ее делала только миксером. Сейчас попробую сделать вручную тоже. Потому что говорят, что миксером она очень часто бывает такой, что может стать как липучая, или что-то в этом роде. Не знаю, не пробовала, но я люблю ручную иногда использовать. И купила приправу такую с перцем. В общем, в итоге ничего не нашла, потому что все только в наборах продается. Здесь интересная погода. Здесь днем начинается ветер. Достаточно сильный ветер. И он заканчивается к вечеру. И вечером все тихо, спокойно. Но днем он опять начинается. И я не знаю, с чем это связано. Я помню, в прошлом году, как я уже говорила, всегда я слышала озеро, что постоянно волны на озере были. И вот это из-за именно вот этого ветра, который идет. Я не знаю, это дует из Канады, что ли. Да, мне сюда нужно было заехать. Я погуглила, говорю, где тут есть Shell Station. Ну, как-то странно организовано. Приехала в Минартс сейчас. Он мне купил супруг. Я его попросила, чтобы он мне купил щетку для мытья окон. А он мне... Он говорит, ну, оно будет все работать классно. Оно такое длинное все, оно не будет работать классно, потому что оно для окон не предназначено. Оно предназначено для машины. Для машины мне не надо, у нас есть. Поэтому я поеду ее сдам и посмотрю то, что есть для мытья окон там. Вместо того, чтобы, ну, просто, знаете, ненужную вещь держать в доме. Зачем? Тем более, что с ней все в порядке. Сейчас пойду сдам ее. Ой, слушайте, пришла, тут все на селе, все кормушки. Смотрите, такие дорогие кормушки были сейчас все на селе. Смотрите, какая красота. Какая интересная елка. 159 долларов. Амбре называется. 279 долларов. С музыкой даже есть. Ой, какие деревья красивые. Слушайте, и узенькие есть. Я вот такое дерево искала как раз таки. Музыку играет, видите, прям мелькает все. елок завались. Видите, даже столбы вон там украшенные, цветные. Такая елка есть. Сколько стоит такая огромная ель? Она точно с меня росла. 649. Ну вот, видите, везде пошло украшение. Пошли. Так, а что у нас здесь? Красивый какой венок, прелесть. Просто мне такие венки нравятся. 49. Ну, это дорого. Вот там вон паровозики едут. Мой любимый праздник. Это most wonderful time of the year. Согласна. Смотрите, какие тут есть снежинки. Картинки. Вот видите, мне вот такая штучка нужна была, потому что у меня есть уголки в квартире в окнах, куда я не достаю. И в принципе, вот этой ручки мне будет достаточно для того, чтобы промыть окна на зиму, потому что пауки сделали свое зловредное дело. Все, ребята, почистила балкон, оставила только одни цветы, которые наверняка отправятся потом на боковую, когда у нас тут заморозки. И вот этот большой букет, эти два снятые, так пусто сразу стало. И вот где они находятся, я их пересадила в горшки. Шикарная, просто шикарная герань. Я сохранила одну розовую, одну красную. Как вы видите, петунию и все остальные цветы просто обрезала. Выживут, выживут, не выживут, не выживут. Вот это все точно однолетки, потом придется их убрать. Смотрите, я испекла этот кейк. Он у меня не совсем получился таким, каким должен был быть. Он должен был быть выше и более хорошо запеченный. То есть, мне кажется, что я температуру неправильно подобрала. По своей сути, в нем видите, как он получается. Он как суфле получается.